Всех гостей на шестом интернациональном студенческом фестивале встречали со столами, полными различных блюд. Представители иностранных государств своими руками приготовили национальные угощения. И во время небольшого пира они могли пообщаться с гостями и участниками фестиваля. Здесь нам интересно, мы показываем нашу культуру, представляем, также узнаем о других странах, о культурах, приобщаемся к этому. Поэтому нам интересно, мы хотим сделать что-то хорошее для своей страны, о ней поговорить, кому-то рассказать. Я участвую первый раз, я вообще учусь на первом курсе, потому что хочется быть как-то ближе к своей стране, со своей культурой, со своей нацией. Потому что здесь можно с кем-нибудь познакомиться, новые знакомства, узнать про новые культуры. Что вы готовили? Мы готовили плов, вот, сейчас ничего нету. Все съели? Да, все, ничего не осталось тоже. А вы что готовили? Я самса готовила, пельмени жареные, да. Так, вы что готовили? Я тоже помогла. Кроме понимания культуры через угощения, здесь можно ознакомиться и с традициями иностранных государств. Представители Туркменистана оказались очень общительными и с удовольствием показали наряды, в которые одеваются замужние женщины. До сих пор считается, что свадьба не состоялась, если невеста без национального костюма. Делается европейская свадьба, то есть в обычном белом платье и в национальном. Национальные костюмы у нас очень красивые. Все, вышивка выполнена вручную на платье. Это все как свадебное? Нет, это повседневное. Свадебное платье должно быть красным. У нас девчонки незамужние, в основном все красное носят, молодые девочки. Традиции сохраняются и передаются из поколения в поколение. Но не только это объединяет студентов Туркменистана, которые учатся в рязанских вузах. Все они состоят в общественной организации под названием Рязанский областной правозащитный культурный центр российско-туркменской дружбы. Этот центр помогает при организации выставок, участии в подобных фестивалях и при поступлении студентов. Организаторы оказывают правовую поддержку при зачислении в вуз. Не обязательно ехать сюда. У нас есть электронная почта, есть сайт. Можно прямо из Туркменистана обратиться. Мы все сделаем здесь для них необходимое. Все документы сами отнесем, все им сделаем, чтобы они уже приехали комфортно сюда и уже начали учиться. На этом фестивале можно понять, что крепкие отношения поддерживаются не только между представителями отдельного государства. Такие мероприятия позволяют укрепить связь между разными государствами. Так на сцене в этот день студент из Марокко читал стихи Есенина под аккомпанемент студента из Туниса. Возможно, именно такая связь государств в будущем способна изменить мир. Недавно прошедший в Сочи 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов показал, что нынешние поколения занимают очень активную позицию. Там молодежь всего мира показала, какая она инициативная, что она всегда с горящими глазами, готова менять мир, готова улучшать наше будущее. Там мы увидели настоящую команду будущего. И сегодня здесь, на этой сцене, в этом зале, действительно команда будущего. Это мероприятие также напоминало Всемирный фестиваль, только в масштабах Рязани. Здесь в преддверии Дня студентов более 500 человек заинтересованы в светлом будущем. Они дали это понять и намерены двигаться дальше. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Анна Герцовская, Станислав Кудряшова. Анна Герцовская, Станислав Кудряшова.